Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это мой соведущий, генеральный директор компании ProfitStock Константин Инденцов. Константин, здравствуйте! Да, всем здравствуйте! А на связи по скайпу с нами известный финансовый аналитик Степан Димура. Степан, вы с нами здесь? Да, добрый день! Да, здравствуйте! Также я напомню, телефон студии 54 55 55. И, друзья, вы можете задавать свои вопросы. Только, пожалуйста, большая просьба формулировать их очень кратко и по делу. У нас есть группа ВКонтакте, друзья, радиостанции «Эхо Вологды». Там вы также можете оставлять свои вопросы и комментарии. Ну что же, я думаю, что многим не терпится послушать Степана Димура. Константин, буквально несколько слов представим нашего сегодняшнего гостя по скайпу. Ну, Степана знают себя достаточно хорошо. В Вологде он уже не первый раз. Ну, в таком виде в первый раз. Надеюсь, это будет фурор. Всем понравится. Ну, всем знаю, что Степан – это известный финансовый аналитик, экономист, предсказавший кризис 2008 года. И вот сейчас он опять на волне популярности, потому что все видят, что ситуация в экономике ухудшается, и все ждут, что будет с ней. Все ждут каких-то прогнозов, наверное. Да. Ну, первый вопрос Степану многие в интернете спрашивают. Почему именно Вологда? Степан, почему именно Вологда? Северный русский город, плюс так получилось, что в то время Константин и Константин пришли на семинары. И пригласили приехать к Вологду, и с того момента, может, года назад, я вот что-то зачастил Вологду. Нравится вам у нас? Да, очень. Город очень нравится. И тебе нравится, и женщины на улице очень нравятся. Разительный контраст с Москвой, скажем так. Да. Спасибо, Степан. Да, но вот в интернете ходят еще такие, так скажем, наблюдения. Некоторые аналитики пишут, что Димура-тренд находится в завершающей логистической кривой. Как дословно пишут ныне, даже в Вологде. Димура, да? Даже в Вологде знают и форсят Димуру. Это значит, все, тренд и сяк. И в конце тренда хомяков кормят неприкрытой западной пропагандой. Димуру нужно брать было в 2007 году, в начале логистической. Ну вот, что мы можем ответить таким аналитикам? На такие комментарии, Степан, что можете ответить? Да, по-моему, самое правильное, просто не обращать внимания. Вот я все, что я делаю. Не, ну, тут можно с другой стороны посмотреть. Может быть, это только начало логистической кривой, и Вологда – это первый город. Самый прогрессивный город, который начинает формировать этот тренд. Не стоит привлекать ко мне столь много внимания. И эффективный, спокойный, и мирный, семейный. Ну, понятно. Ну, если о серьезных вопросах. Ну, всех больше волнует сейчас, конечно, судьба американского доллара. Уже давно его хоронят, 10-15 лет, все никак не могут похоронить. Да, все-таки, расскажи нам, когда наступит смерть доллара? И наступит ли? Ну, скажем так, не сейчас, да. Слуки о смерти доллара, они преждевременные. На мой взгляд, у доллара есть еще, я думаю, как минимум год хорошей силы жизни, если не больше. Об этом говорилось, что в начале 2014 года, что в 2014 году должны быть существенные низы по доллару. И дальше у нас будет как минимум полтора-два года. Может быть, даже больше укрепления доллара. Что, в общем, мы наблюдаем. С другой стороны, если посмотреть, скажем так, на историю, то такие эксперименты с валютой фиат, то есть ничем не обеспечены валютой, а единственное, чем она обеспечена, это вера в то, что правительство, выпускающее эту валюту, может собирать или в состоянии собирать налоги и, соответственно, обслуживать свои долги. Эти эксперименты, самый гибкий, он был 70 или 80 лет, и все это рано или поздно заканчивается, в общем, смертной валютой, такой инфляционной смертной валютой. Год в доллар, если отсчитывать, с 2013 года, уже 102 года. Да, Степан, к сожалению, тебя плохо слышно. Может, тебя попросить, отключи видео со скайпа, тогда, наверное... Да, но я пока напомню, телефон студии 54-55-55. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы и пишите также их в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Друзья радиостанции Эхо Вологда». Я напоминаю, что на связи сегодня с нами по скайпу известный финансовый аналитик Степан Дзимура. Ну, я думаю, что качество связи улучшилось, наверное, после некоторых операций. Да, Степан, как слышно у нас? Степан? Ну, я продолжу. Да, пожалуйста. Проблема доллара в чем? Это проблема американского правительства в одном столбике в нем висит. Вот нам говорят, что бюджетный дефицит... Понятно, что там, в Аглорию разные цифры называли. Но, в деле, бюджетный дефицит... Там, за 8,5 он был. Потому что... Есть... Тем... ...метод, да? Батарский метод, он кто-то... Ну, это расчет, этот дефицит, который просит вводит цифры 1,5 раз, скажем так. Степан, извините, давайте сейчас технические проблемы немножко решим, да, качество связи, надеюсь, у нас улучшится после некоторых... Да, я думаю, нужно сейчас перезапустить, перезапустить скайп, а я пока расскажу про Степана поподробнее. И биографию я тут скачал, интересный момент, сам узнал. Тут написано, что Степан в юном возрасте стал интересоваться, как на самом деле устроен мировой финансовый рынок. Напомним, что Степан вырос в советское время, поэтому достаточно интересное наблюдение такое. Но при этом пошел учиться в Московский физико-технический институт и закончил его с красным дипломом по специальности инженер-ракетчик. После этого Степан уехал в США и учился в университете в Иллинойсе. В 90-х годах, после окончания университета, он возглавлял исследовательное направление в одной из чиказской компаний. Он начал разработку новых торговых систем. Параллельно с этим он преподавал в Чикагском университете. И в 2001 году вернулся в Россию и все время с нами. Да, мне показывают, что хорошее качество связи. Давайте со Степаном продолжим разговор. Степан, вы нас слышите? В 2003 году вернулся и учился в юниверситете в Чикагском университете. Они съемли в университете Лимонский. Но это не только, что это так. Но, с точки зрения, проблема ГУСК, она не зависит. Есть два решения. Две решения у этой проблемы. Первое решение – это исцеление банки доллара. Таким образом, доллар будет исцеление института. Второе решение – это депутат у долговой дачи. И третье решение, как мы считаем, это догадка процесса. Здравствуйте, Степан, извините. Вынуждена вас снова прервать. Может быть, перейдем на телефон, да? Давайте подумаем, как решить нам эту техническую проблему. Ну, а пока я телефон студии, напомню, 54, 55, 55. Очень интересно все-таки судьба американского доллара. Очень интересно узнать про нее. Ну, Константин, давайте тогда… Да, ну, продолжим. Продолжим, да. По биографию. Степан в широкой публике стал известен в 2006 году, когда начал давать свои прогнозы по поводу кручения мировой экономики. И только в 2008 году, когда все это произошло, когда рынок недвижимости обвалился, так скажем, к нему пришла слава. И до 2012 года он работал ведущим на РБК-ТВ, вел программы рынки, диалог и также программы под собственным именем. Интересный момент был связан с уходом Степана с РБК-ТВ. Нашумевшая история, когда Степан в прямом эфире предложил, дословно, предложил руководству канала, дословно, у меня есть предложение господину Любимову. Поскольку он бизнесмен, у нас в программе финансовые новости есть 9 человек, которые анализируют рынок. Почему бы не сделать маленькое соревнование между нами? Мы все высказываем свою точку зрения на рынок. Условия очень простые. Разрешается одна сделка в неделю. После мы все говорим о среднесрочных трендах. В чем фишка? Люди будут более ответственными в том, что они говорят о рынке. Потому что по результатам квартала вдвое из списка, которые сделали минимальный процент, идут на работу в утро с данной Борисовой. И у них вычитается из зарплаты 10%. Соответственно, люди будут думать о том, что говорят в эфире, и будет меньше мусора. Но в результате того, что он прошелся по компетенции ведущих, его очень быстро уволили оттуда. И с тех пор он на РПК появляется очень редко. Но надеемся, теперь в нашем эфире он будет появляться в сигулярности. Давайте проверим Константин. Да, вот как раз, мне кажется, он на связи. Алло. А телефонный звонок у нас. Да, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Вас зовут... Да, добрый день. Меня зовут Вячеслав. Я хотел бы Степану задать вопрос. Вот какого плана? Возможно ли такая ситуация, что Соединенные Штаты откажутся от доллара, но ведут внутри страны свою валюту? И я думаю, Степан Резидент, наверное, Соединенные Штаты в Америке, является гражданином Америки. И хранит ли он доллары в банке Америки? И вот, хотелось бы понять, что будет, если Америка откажется от доллара. Да, да, спасибо, Вячеслав, за вопрос. Степан ответит сразу, как только к нам подключится. Также я напомню, что вы можете задавать свои вопросы и комментарии в нашей группе ВКонтакте. Она называется, друзья, радиостанция «Эхо Волобде». Константин, ну, как мы будем отвечать на свои вопросы? Пока я могу сказать про Степана, что он гражданин России и не резидент США, это точно. И въезд он туда вроде даже закрыт. Ну, а о том, где он хранит свои деньги, он, естественно, сам расскажет. Ну, а Константин, а почему именно на примере Вологодской экономики можно объяснить российскую? Ну, вот мы хотели как раз сегодня проанализировать со Степаном в прямом эфире, так скажем, структуру нашей Вологодской экономики. Она, конечно, чуть-чуть отличается в каких-то моментах сильно от средней структуры в России. То есть, чтобы понять, что ждет в целом экономика России и, в частности, экономика Вологодской области. То есть, быстрее мы будем падать, медленнее, в чем нам, так скажем, устойчивее будем, какие сектора у нас начнут падать первыми и так далее. А как думаете, все хорошо будет? Не, ну, рано или поздно будет все хорошо, потому что после падения всегда начинается рост. И после... Степан только что сказал, что у США только несколько путей, все они связаны с исчезновением долга. То есть, это дефолт будет или это будет новая валюта. В любом случае, долг будет списан, и после этого начнется новый цикл накопления долга и роста всей мировой экономики. А сейчас мировая экономика на каком находится этапе? Ну, мы как... чтобы в прямом эфире покорректнее высказать, мы долго дуем козла, да, а молока очень мало. Да, Степан, вы снова с нами. Алло. Вот мы спросили, к чему проблема мировой экономики? На том, что если такая... То есть, что люди очень много, и кроватые потребители живут в долг, да. И получается так, что все эти доходы в будущих периодах, которые у нас будут... Ну, вот, связь опять, кстати, не очень хорошая. Степан, вот ты слышал вопрос по поводу того, что может ли американцы отказаться от доллара и ввести свою собственную валюту, тем самым... Ситуация была, на самом деле, очень серьезная. Еще в результате 2008 года, когда было 5-й, 6-й, за счетами открытости Конгресса США. То есть, в принципе, это очень серьезная возможность уступить, так как гританцы поступили после второй войны. Они ввели воплощение и воплощение, чтобы просить тот долг, который не могли обсуждать, и как он в результате непонятно. Поэтому, правило, поздно иметься. Так же, в семье ухоженики, и всегда люди, так называемые церевозы, которые хоронят Бог, и всегда... Ну, просто ничего. Если не доллара, я буду ехать. Ну, ладно, в общем, связь опять не подводит нас. Может быть, мы сейчас на перерыв прервемся? Да, ну, я, если кто не понял, не расслышал... Степан сказал, что Конгресс США одобрил введение Амера, рассматривал этот вопрос. И это вполне вероятно, как один из вариантов решения событий, но, опять же, не сейчас. Это должно пройти год, как минимум год. Ну, я предлагаю прерваться на коротенький перерыв, да, буквально на несколько минут. Я надеюсь, что связь после него восстановится, и мы сможем Степана Димура послушать в прямом эфире. Я напомню, что эта программа, честно, обо всем со Степаном Димурой. В студии у нас сегодня генеральный директор компании «Профитсток» Константин Одинцов. А на связи по скайпу с нами известный финансовый аналитик Степан Димура. Мы сейчас уходим на короткую рекламу, после нее вернемся. Слушайте нас. Мы возвращаемся в студию. Это программа «Честно обо всем» со Степаном Димурой. Сегодня с нами мой соведущий, генеральный директор компании «Профитсток» Константин Одинцов. И на связи с нами известный финансовый аналитик Степан Димура. К сожалению, телефонные звонки мы принимать не сможем. Ваши вопросы по телефону студии. Поэтому, если вы хотите что-то спросить у Степана Димура, пожалуйста, пишите нам ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции «Эхо Вологда». Степан, вы с нами на связи? Да, да. Отлично. Слышно вас просто прекрасно. Ну, наконец-то. Да, это замечательно. Степан, задавали вопрос про американскую валюту, да, сможет ли отказаться Америка в какое-то время, может быть, в ближайшее, не в ближайшее от доллара и ввести что-то другое вместо него. И был вопрос от радиослушателя. Храните ли вы деньги в долларах? Ну, скажем так, рублей у меня нет. И я это говорю уже давно, наверное, года, наверное, с 12-го, с 11-го, что нет у меня рублей, поскольку рубля не дна, как, впрочем, и дна падения в россиянской экономике. Но это совершенно объективные причины. Что касается доллара, ну, надо понимать, ну, простую вещь. Вот представьте себе такую страну, как США, с ее экономикой, которая очень сильно завязана на внешний мир, стекло отказа от доллара. Отказ от доллара означает, что внешние рынки для США какое-то время будут недоступны. Поэтому, на мой взгляд, как только баланс по добыче нефти и добыче газа, ну, по газу уже закрыт, добыча нефти, США, Канады и всякие вот такого объединения будет закрыт, то есть они смогут спокойно прожить без импорт нефти, я думаю, что они начнут серьезно рассматривать как раз вопрос об отказе от доллара. Ну, вот если посмотреть на динамику добычи нефти в США, они уже там на максимумах за многие десятки лет по добыче, и чтобы закрыть баланс по разным оценкам им нужно 2-3 года. Поэтому, я думаю, в течение этого времени с долларом ничего плохого не произойдет. – Ну, 2-3 года – это, наверное, очень большой срок для экономики. – Ну, сейчас на таких рынках с такой экономики, да, с такой экономики большой срок, да. – Так, ну, а что будет все-таки тогда с рублем российским, если американский доллар? – Ну, понимаете, вот кто хочет, вот кто в это не верит, и кто хочет задуматься, ну, во-первых, сейчас курс не 50 рублей, да, сейчас курс 50 тысяч рублей. Это если отсчитывать, как у нас любят говорить, историю новой России от, скажем, времен перестройки. Тогда курс был, по-моему, 8 копеек за доллар. Всего-то прошло четверть века, чуть больше четверти века, да. И он обесценился 10 тысяч раз. Все те люди, которые были в политическом и экономическом руководстве, они все еще там, и они ответственны за принятие таких же, как можно сказать, судьбоносных решений для страны – это первое. Второе. Экономика России и ту экономику, которую она получила в наследство от Советского Союза, она деградировала полностью. Если, скажем, когда был кризис с 1998 года, экономика достаточно бурно и очень хорошо отреагировала на девальвацию рубля, то сейчас этого не произошло, и вместо расширения, или, как у нас любят кричать на каждом углу импортозамещения, мы наблюдаем такое мощнейшее сжатие экономики. Падают расходы, потребительские расходы на 25-30-40%, сокращается очень быстрое и резкое промпроизводство. По одной простой причине, что тогда, в 1998 году, импортозамещение еще было возможно, потому что оставались какие-то производственные мощности от Советского Союза, и оставались инженерно-технические кадры. Сейчас инженерно-технических кадров два поколения практически выкосило, как, впрочем, и квалифицированных рабочих. Производственных мощностей, кот наплакал, в них ничего не инвестировалось. Мы инвестируем в восполнение капитала или воспроизводство капитала всего лишь 19% ВВП в развитых странах, это за 50%. Поэтому у нас практически экономика выродилась в такую экономику сырьевой колонии, экономику бензоколонки. Не верите? Возьмите официальные данные, скажем, квартальную ВВП России, возьмите квартальные цены на нефть и пересчитайте ВВП в долларах и сравните с графиком цен на нефть. Они совпадают. То есть это экономика бензоколонки в чистом виде. Нефть дорожает, то ВВП растет. Нефть падает, то ВВП в долларах, соответственно, падает. Понятно. А ближе к цифрам, что нас ждет в ближайшее время? Ну, как цифры? Понимаешь, Константин, чтобы говорить о цифрах, нужно основываться на каких-то цифрах. Единственная цифра, которая у нас есть, официальная цифра Росстата. Это смешная, это метафорная статистика. Вот. Что нас ожидает? Нас ожидает дальнейшее сокращение промпроизводства, банкротства, безработицы, увольнения. Банковская система, которая не восстановилась после 2008 года, она просто лежит, если поговорить с банкирами, они говорят в следующем, что если ЦБ только задумается о том, чтобы снова, снова, снова требовать выполнения нормативов, которые сейчас он от банков не требует, в основном норматив по достаточности капитала, то мы просто все ляжем, мы все обанкротимся моментально. Поэтому все это дышит на ладан, и как карточный домик начинает схлопываться. Это все. Ну, ты говорил недавно, что в ближайшее время мы увидим цели по рублю, по доллару 100 и выше. Нет, значит, я говорил следующее. Сначала были цели диапазон от 180 до 115, потом, после того, как рубль дальше укрепился, первые цели встали 125 и выше. Но здесь нужно понимать одну простую вещь. Это, скажем так, не вопрос в том, что произойдет. Здесь все четко, понятно, такое происходило в истории десятки раз. Просто уничтожение страны, уничтожение политической, экономической системы. Это десятки раз происходило, ничего нового не происходит. Вопрос времени. Произойдет, выйдем мы на эти цели, скажем, осенью 2015 года, или выйдем в тело с первой половины 2016 года. Я думаю, что для радиослушателей разницы особо не имеет. Понимаете, это такое неприятное событие нас ожидает. Ну, вот в краткосрочной перспективе, я так понимаю, у радиослушателей появляется уникальная возможность купить сейчас доллары по, так скажем, экстремальной, низкой цене. По дешевке. Ну, я бы подождал паники. Если уж они хотят покупать по низким ценам, то я бы подождал такой же паники, как была в декабре. Только в декабре все бежали из рубля, а сейчас все начинают бежать из доллара. То есть стоит подождаться. В этой панике нужно... Я думаю, да. Ну, выиграйте вы, может быть, 3-4 рубля. Ну, будет он там 46-47. Ну, из инвестиций пусто можно. Но я бы просто для уверенности подождал паники. Потому что все признаки уже налицо. Если в декабре там правительство, пардон, оно не успевало иметь памперсы, то сейчас все сияют уверенностью, заверяют нас в том, что кризис прошел, теперь только светлое будущее. А население тоже, кто накупил доллары по 100, теперь сдает их по 50. Это совершенно нормальная рыночная ситуация. То есть где-то здесь доллар следует брать. Просто вопрос брать его сейчас, либо там неделю-полторы подождать и взять ниже. Ну, это уже вопрос, скажем так, для трейдеров, а не для тех, кто хочет сохранить капитал. Ну да, мы ожидаем еще повышения нефти, да? Поэтому, скорее всего, рубль поукрепляется еще. Тут все логично. У него есть потенциал укрепления, да, рубля есть. Давайте, Константин, я напомню, что нам вопросы можно задавать в группе ВКонтакте. Друзья радиостанции «Эхо Вологды». Если, дорогие радиослушатели, вы хотите что-то спросить Степана Димура, пожалуйста, пишите в нашу группу. Да, вот, кстати, вопрос с интернета поступил. По телевизору нам постоянно рассказывают, как падает украинская экономика, что же ждет ее на самом деле и будет ли дефолт на Украине? Ну, смотрите, в Украине ситуация экономическая достаточно тяжелая, да, ВП у них сокращается с промпроизводством в прошлом году, если не ошибаюсь, что-то на 23-24%. В этом году сокращение замедлилось, причем замедлилось существенно. Сейчас, по-моему, сокращение идет со скоростью 14-16 годовых. Но это сокращение, надо понимать тот факт, что на территории Украины Россия ведет войну, да, у нас идет война с Украиной. И значительные производственные мощности, они, во-первых, разрушены полностью, это Донбасс, или частично разрушены, или вывезены на территорию России, это первое. Второе. Украина тратит огромные деньги на войну, на защиту своей территории от агрессии. Это тоже огромная часть бюджета. Поэтому ситуация тяжелая, очень тяжелая экономическая. Что касается дефолта Украины, ну, скажем так, я говорил, что никакого дефолта не будет. Его и не будет по одной простой причине, что Запад просто гарантирует выпуски облигаций Украины. Вот последний пример, когда Министерство финансов США очень прозрачно намекнуло держателям украинского долга, что, ребята, соглашайтесь на реструктуризацию, иначе будете иметь дело с нами. Это вопрос уже перешел из экономической плоскости в политическую. А в политической плоскости деньги уже никто не считает. Тем более, там вопрос в смешных деньгах, что такое для США 30-40 миллиардов долларов. Ну, это ничто. Поэтому здесь не надо смотреть только основы на цифрах. Нужно понимать некие политические особенности процесса. Поэтому дефолта там не будет. Ситуация экономическая очень-очень тяжелая. И пока что никаких, скажем так, признаков улучшения этой ситуации нет. По одной простой причине, что, опять же, как я говорил в самом начале, год назад к власти там пришли дегенерат-2. Янукович был, я их называл, дегенерат-1, да, это согласно Сорокину, Петериму Сорокину, деградация элит. Пришли на смену точно такие же ребята из той же самой системы. Они все были в одной системе, в системе в одно время были в одной партии. Поэтому пока не будет третьего Майдана, в Украине, на мой взгляд, мало что поменяется. Единственное, что очень радует, что Запад, в частности США, потому что, ну, скажем, США в факте ию, то есть послать Европейцев подальше, они поняли, что с этими ребятами дело иметь нельзя, что это такие же люди, как и при Януковиче, тоже вороватые такие ребятки из Одессы. И сейчас практически в Украине вводится такое внешнее управление, пока что мягкое. То есть начинается контроль за судебной системой, начинается контроль за финансовой системой, за исполнительной системой. То есть вводится внешнее управление с целью хоть как-то привести страну в чувство и восстановить контроль и над экономикой, и над, скажем там, демократическим процессом в стране. Процесс длительный, принимаю внимание историю Украины в составе СССР, потом историю, скажем так, независимой Украины, потому что наше общество и украинское общество, они просто, ну, одинаковые. И те проблемы, которые были в Украине при Януковиче, они аналогичны тем проблемам, которые мы имеем в России при Куче. Поэтому ситуация там очень тяжелая, экономическая очень. Но у них, по крайней мере, есть шансы сверху тоннеля. Замечательно. Вот про шансы. Вот с интернета, с контакта пришел вопрос. Да, у нас в группе ВКонтакте радиослушатели задают вопрос. Елена Васюкова спрашивает, летом будет доллар, рубль 80? Может быть, готовится к летним выпускам? Летом 80, так говорят, за 80 я вам не скажу, но где-нибудь под 70 он уйти может. То есть, если хотите, то есть, если хотите готовиться к отпуску, лучше валюту прикупать сейчас, не ждать. Ну да, да, да. Да, спасибо, Степан. И я напомню, что вы можете, дорогие радиослушатели, задавать свои вопросы в нашей группе ВКонтакте, друзья, радиостанции «Эхо Вологды». Следующая тема – это вот что ждет именно Вологодскую область. Понятно, что мы внутри Российской Федерации находимся и все общие процессы у нас такие. Ну вот, если посмотреть статистику ВВП, ну, регионального продукта, то, к примеру, доля обрабатывающего производства по данным сайта Федеральной службы госстатистики 33%, хотя в среднем в России это 17%. То есть, я так понял, наши обрабатывающие предприятия «Северсталь», «Фосаграма», «Фос», вот основные, они, так скажем, дают львиную долю структуры и, соответственно, как бы легче нам будет именно в Вологодской области или хуже, чем в среднем по России? Ну, во-первых, вопрос первый, а, собственно говоря, эти предприятия, налоги где платят? Ну, я не уверена, что «Северсталь» платят в Вологодской области, по-моему, они в Ярославле платят. Вот, у нас такое замечательное законодательство, да, у нас такое замечательное законодательство, что налоги платят не по месту основной производственной деятельности. Это, что касаемо бюджета, что касаемо рабочих мест, то есть, есть ли где людям работать. Ну, еще раз, обрабатывающие производства у нас в основном какие? Это производства, которые связаны с добычей, либо первичной обработкой полезных скопаемых. Все, да? Скоро говоря, я утрирую. Обслуживание трубы, либо заполнение трубы, либо обслуживание трубы. Ну, и рудастов включается, все на свете. Сейчас с ценами на сырье, как вы видите, ситуация не очень на мировых рынках. И, скажем так, ожидать существенного, долгосрочного, еще раз повторюсь, долгосрочного, устойчивого роста цен на основные экспортные товары нашей страны оснований нет. Мощнейший удар наносит сейчас по сырьевым рынкам экономика Китая, который очень сильно замедляется. И они сейчас только-только начинают входить в такой мощнейший кризис, который сами создали. Ну, для упрощения, очень, кстати, хорошее сравнение, Китай сейчас находится в состоянии Советского Союза где-то 1985-1987 года. И с политической, и с экономической точки зрения. Сейчас за все те грехи, и политические грехи, и экономические грехи, которые накопили за последние 30 лет, они будут платить. Причем будут платить такую очень высокую жесткую цену. Поэтому с этой точки зрения давление на сырье рынки, оно будет расти. Опять же, повторяю, в среднесрочной перспективе устойчивого тренда не будет на рост. Соответственно, доход и прибыль даже обрабатывающих отраслей нашей промышленности, которая все равно завязана на нефтью доллара, она будет снижаться. Добавляем сюда безграмотную, абсолютно безграмотную политику монетарных властей, так называемую кудриномику и последователей кудриномики. Которые, грубо говоря, приводят к тому, что когда экономике нужны деньги, их нет. А когда деньги не нужны, их много. Вот сейчас экономике нужны дешевые кредиты, дешевые деньги. Даже не для того, чтобы развиваться, забудем об этом, а для того, чтобы день простоять и ночь продержаться. А их нет, либо стоимость этих кредитов и денег, она просто запретительная. Ну, в общем, Череповцу надо опять готовиться к тяжелым временам. Да, да, да. А вот причин я назвал, понимаете, тут ничего особенного нет. Ну да, также вот еще на сайте Комсомольской правды обнародована статистика по поводу просроченной задолженности. А, еще одна фишечка. Да, но это просроченная задолженность предприятий, просроченная кредитовская задолженность организации. На март, по данной на март, она составляет более 14,5 миллиардов рублей. Ну, это немного, это ерунда. Это только просрочка. А, это же у нас же считается по-другому, у нас же тело в кредиты не включается, правильно, просроченная задолженность? Да, да, да. Только проценты. А, ну, понятно. Да, потом самые большие долги у предприятий, работающих в сфере обрабатывающего производства, 8 миллиардов, за год они выросли более чем на 70%. А задолженность транспортных организаций в три раза выросли. В общем, да, не самые приятные цифры. Ну, это то, о чем я говорил, что, понимаете, слишком долго жили в долг, а платить нечем. Так, ну, вот следующий вопрос ВКонтакте. Тоже из ВКонтакта, да. Да, по поводу ситуации в Европе. Восстанавливаются ли границы европейских государств, то есть будет ли развал зоны ЕС и когда это произойдет? Когда кризис будет в Европе? Ну, я думаю, что в 2016 году, там, в старой полношке, в 2016 году там начнутся фейерверки. Причем, я думаю, повторюсь, что, на мой взгляд, первым из Евросоюза выйдет Германия. По одной простой причине, что все создание Евросоюза, вся такая забавная организация, она была выгодна Германии в двух моментах. Первое. Немцы получили дешевый дочмарк, да, потому что если бы был дочмарк и не было бы евро, то те же французы, те же испанцы и все остальные европейцы, они не смогли бы покупать только BMW-мерседесов. Продукции компании «Сименс», потому что дочмарк была бы очень дорогая. Второе. Немцы практически провели деиндустриализацию Европы. Если вы посмотрите, наиболее капиталоемкие и, соответственно, производство с наибольшей добавленной стоимостью, они из периферийных стран, в том числе и из Франции, и из Британии, они переключивали в Германию. Ну, это сейчас основной такой локомотив европейской экономики. А теперь пришло, опять же, все это дело в долг. Проблемные долги, проблемный долг, да, в еврозоне. Сама Еврокомиссия, сама Еврокомиссия в начале 2009 года оценивала 18 триллионов евро. 18 триллионов евро. Это, конечно, ВВП, все еврозоны. Пришло время платить по долгам. А у немцев нет ни желания, ни чисто физической возможности всех насипеть и мультики. Поэтому я думаю, что будет принятие решение о выходе Германии из Евросоюза. Там выход Греции, это все ерунда. Там у них проблем на 300-400 миллиардов. Почему их тормозят? Потому что это политически неправильно им выходить и прощать им все, потому что за ними в очереди стоят. По крайней мере, Испания, Португалия и Италия. И сейчас в эту очередь подтягивается Франция. Поэтому Евросоюз, на мой взгляд, это совершенно не жизнеспособное образование. И не потому, что была плохая задумка, а исполнение, как себя подкачало. Да, спасибо, Степан. Еще можно вопрос один задать от наших радиослушателей? Конечно. У нас в группе ВКонтакте Александр Андреев спрашивает. Перспективы для студентов, выпускающихся в 2015-2017 годах, сферы экономики наиболее востребованы в будущем. Что ожидает сфера услуг и продаж? Сокращение? Предскажите нам, что делать студента? Ну, я отвечу, скажем так, саркотическим вопросом, который всегда задают манагерам всяким, юристам и тому подобное. Ребята, а что вы будете делать, когда умрет последний инженер? У нас перепроизводство, как, впрочем, и не во всем мире, но в разных странах, это непонятных манагеров-экономистов, непонятных юристов, никому не нужных, у большого счета в таких количествах, и жуткая нехватка инженеров, ИТРов и просто квалифицированных рабочих. Вот он весь расклад, поэтому если вы выбрали, скажем так, специальность экономиста, либо юриста, и у вас нет хороших завязок в каком-нибудь правительственном организации, либо какого-нибудь хорошего блата, то, не знаю, пока не поздно, присоединяйте свой выбор жизненного пути. Спасибо, Степан, за совет. Еще вопрос. Алексей Кончагин спрашивает, и тут к нему присоединяются другие, интересующиеся, где лучше покупать физическое золото в России? И какое будущее ждет Якутия в ее развитии? Когда я покупал золото в России, я убрал всегда Сбербанки, потому что подделок, скажем, золотых слитков в Сбербанке я еще не слышал, у них были проблемы с золотыми монетами, золотые мерные слитки еще не слышал, и слитки там, если не ошибаюсь, они идут с Приокского финажного завода и, по-моему, Красноярского финажного завода. Пока что там особых проблем с этим не было. Сейчас, может быть, и есть, просто давно не брал их в Сбербанке. В Сбербанке, да, конечно, вы попадаете на НДС, мы такая уникальная страна где-то в этом смысле. Ну, что делать? Вы можете брать золотые монеты, они приравниваются к деньгам, НДС не облагаются, но как-то золотые монеты во всякие смутные времена, они обычно идут в цене металлического лома. Так, наверное, может, стоит просто пойти в ломбард и купить металлический лом, золотой лом, и все. Так, спасибо. И, Константин, вы зададите вопрос или я от радиослушателей буду? Ну, давайте, пока есть вопросы от радиослушателей. Их очень много, мы что-то не успеем все задать, так что я сразу извинюсь перед теми, чьи вопросы не прозвучат. Максим Лапсев спрашивает. Степан, вы говорили 50 рублей, кольнем по доллару и больше никогда такой курс не увидим, а уже 50. Нет, я этого никогда не говорил, я говорил про 31,5, я говорил про 33, было дело, мы их больше не увидели, не увидим. 50 я этого не говорил, это сказать не мог, потому что у нас еще не было, скажем так, волновой структуры, либо импульса вверх какой-либо точки. Вот и все. Пока что сказать, что 50 мы больше не увидим, я не могу, этого не говорил, я не могу. Да, спасибо, Степан. Я напомню, что мы принимаем вопросы от радиослушателей в нашей группе ВКонтакте, она называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Константин, вот мне советует вопрос задать от Ирины Антоновой. Тогда Deutsche Mark сразу вырастет после выхода Германии из ЕС, это, видимо, вопрос о границах. Нет, сначала придется обменять, да, вот если Германия выходит, ведь евро – это корзина валют, да, айки валют, корзина валют. Придется тогда держателям евро получать, там, скажем, какой-нибудь южный евро и Deutsche Mark. И вот какие пропорции будут – это уже вопрос открытый и непонятный. Поэтому евро я как валюту в данный момент не люблю. Слишком много проблем. Да, действительно. Давайте поговорим тогда о недвижимости. Это тоже всех волнует. Группа вопросов есть по поводу, что будет с недвижимостью. Ну, ты, наверное, можешь только про… Не, ну, по Москве, понимаете, здесь был пузырь, да, такой типичный пузырь недвижимости. Знаете, когда там по себе сужу, в третьем году вернулся, купил квартиру, что-то там 700 долларов стоил метр, на пике он стоил за 10 тысяч долларов метр, да, вот, считайте, прошло 6-7 лет, и больше, чем в 10 раз выросла недвижимость. Это пузырь. Пузыри по историческим метрам не первый пузырь, конечно, в истории недвижимости. То есть они сдуваются на 80% с учетом инфляции. Вот в Москве в долларах недвижимость упала в среднем по больнице на 50%. То есть еще есть 30% потерь. В рублях она даже выросла в цене. Надо понимать, что в рублях она растет значительно медленнее, чем обесценивается рубль по отношению к доллару, и покупательная способность вашего квадратного метра, она снижается. Что касается Вологды, вопрос в том, был ли у вас пузырь. Но, в принципе, недвижимость сейчас... Это у меня в школу пузырей был. Да, ну вот, значит, они будут сбываться. Просто, еще раз, когда люди говорят о недвижимости, надо, на мой взгляд, понимать совершенно простую вещь. Что недвижимость – это не есть актив, это не есть финансовый актив. Люди у нас сбивают голос, что это финансовый актив. Финансовым активом недвижимость не является. Коммерческая недвижимость является средством производства, а жилая недвижимость является продуктом потребления. Поэтому с этой точки зрения между, скажем, бэушной машиной и бэушной квартирой разницы нет. И как раз исторические данные, история показывает, что недвижимость, если она и растет в цене, то она растет в цене не быстрее, чем инфляция. В определенные моменты, когда у нас образуются такие финансовые пузыри там на рынках финансовых, еще каких-то, недвижимость становится объектом спекуляции, тогда она становится активной. Конец всегда один и тот же. Разносит все. И банковскую систему, и девелоперов, и несчастные, которые вложились в этот актив. Ну вот у меня есть статистика по ценам на недвижимость в основных городах России. Если убрать города-миллионники, то Вологда в этом рейтинге цен держит 13 место из 45 городов. По стоимости. Да, 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 цена выше. А если убрать города с населением более 500 тысяч, то есть сравнимые города смотреть по населениям, то мы вообще седьмое место из 40. Все-таки перед нами только Сочи и подобные. А, ну, Сочи, понятно. Тогда вопрос задается, а что такого есть в Вологде, что, скажем, держит недвижимость в таком уровне? Высокая покупательная способность населения? Просто все любят этот город, не хотят уезжать, и поэтому хотят здесь квартиру. Ну, понимаете, иногда стоит подождать и купить что-то в два раза дешевле, может быть, да? Если у вас останутся деньги. В общем, когда, дорогие радиослушатели, когда Степан купит квартиру в Вологде, значит, тогда пора покупать. И нам. Вам невозможно. Можно еще задам один вопрос с контакта? Спрашивает наш радиослушатель с непроизносимым именем. Степан Геннадьевич, скажется ли снятие санкций с России на существенное укрепление рубля? Ой, вы знаете, это такая попытка. Смотрите, что такое снятие санкций? В первую очередь, это снятие финансовых санкций. Когда Россия отрезана от рынка капитала, финансовые активы России, ценные бумаги России, они практически неприкасаемые для большинства фондов и банков и тому подобное. Когда эти санкции снимут, вот это ограничение, оно уйдет. Но, нужно понимать одну простую вещь. Все зависит от того, в какой фазе в тот момент будет находиться мировой рынок и мировая экономика. Если на рынках будет рост, то, естественно, в наши высокодоходные облигации ринутся инвесторы. Если на рынках будет падение бегства капитала с развивающихся рынков, как вот сейчас начинается потихоньку, то сюда просто никто не придет. Поэтому снимут, не снимут, это вопрос вторичный. Первичный вопрос, что будет с рынками капитала на тот момент. Вот и все. Да, спасибо, Степан. Наверное, последний вопрос уже, да? Потому что время подходит. Да, у нас время буквально пару минут до завершения программы. Из контакта прочитать, да? Степан Геннадьевич, будет ли третья волна? Александр Андреев спрашивает. Третья волна моя по рублю? Наверное, да, наверное, кризиса. Будет ли так плохо? Будет, а мы в нее уже вошли. Мы в нее уже вошли. Если кто не заметил, а в так называемом развитом мире она только-только начинается. Может быть, когда этот гребень волны, может быть, интересует радостных? Ну, гребень волны он узнает сам. Я думаю. Понятно. Нет, весь цирк только начинается. Сейчас вся разминочка была. В финале рекомендации от Степана Дюмуре. Что делать и как сберечь свои капиталы? Традиционный вопрос. Ничего, ну, на данный момент доллары и золота. Самая, по-моему, хорошая инвестиция, это инвестиция в себя. Ну, отлично. Ну, на этой оптимистической ноте. Да, спасибо. Благодарим тебя, Степан, большое за эфир. Спасибо вам. Спасибо вам. К следующему эфиру мы все-таки наладим связь, наверное, уже более качественную, чтобы не возникали такие проблемы. Спасибо еще раз. До свидания. Спасибо вам. Спасибо, Степан, за интересные ответы. Думаю, многие радиослушатели для себя кое-какие выводы сделали, кое-какие галочки поставили у себя. Ну, да, следующая передача выйдет 10 июня в это же время. Поговорим также и об экономике, и о других темах. Степана разноплановая личность, с ним интересно поговорить обо всем честно. Напомню, что программу представляла компания ProfitStock. Мы занимаемся финансовым консалтингом и доверительным управлением активами. Мы поможем вам определиться с активами для инвестирования и сохранения капитала, также быстро, выгодно и безопасно конвертируя деньги в валюту и перевести их в надежный банк, в том числе и за границей. А также предоставим регулярные прогнозы по основным биржевым активам и валютам. Ну, видимо, Степан Димура вас рекомендует. У нас вот такие хорошие отношения. Мы с ним плотно сотрудничаем, поэтому имеем какую-то информацию, соответственно. Ну что же, я думаю, мы будем ждать следующей нашей программы обязательно. Я напомню, что радиослушатели могут задавать вопросы к ней в нашей группе ВКонтакте, друзья радиостанции «Эхо Волгды», и надеюсь, что по телефону студии 54-55-55. Я напоминаю, что в студии сегодня с нами был мой соведущий, генеральный директор компании «Профитсток» Константин Одинцов, а на связи с нами был известный финансовый аналитик Степан Димура.